Экспериментальный пластический театр Ай В переводе с английского Ай это глаз. Какое послание зрителю несет в себе такое название? Когда-то, когда я только создал театр, название читалось так же, написалось как я по-английски, буковкой Ай. Ну это некий был такой проект меня одного. С течением времени появилось несколько, ну так скажем, моих единомышленников, которые вошли в состав театра и мы решили оставить то же название, тот же звук, но немножко изменить само название, написание. Выбрали вариант Ай как глаз, ну и где-то там спустя некоторое время уже к этому появилась философия того, что мы смотрим своими глазами на мир и пытаемся зрителю показать вот то, как мы все это видим, не диктуя свою точку зрения. Своего поклонника порадовать пытается каждый, и кондитер, и театрал. Пекари завлекают, используя новые формочки или немного меняя рецепт. На момент создания театра Дмитрий Мастеница и не думал применять трюк, используемый кондитерами, так как он не удался бы. Ведь форма именно пластического театра на момент создания Ай была уже не новой. На два десятка лет их опередил театр Инжест, любители ярких костюмов и красочных шоу. Именно поэтому оружие в борьбе за зрителя, которое выбрал театр Ай, это своя особенная интерпретация мирового театрального опыта. Также была сделана ставка на стиль, привлекающий актерской игрой, а не павлинями костюмами. В центре их творчества – современное общество, вопросы религии и морали. Но главным всегда остается человек и все, с чем он сталкивается в жизни. Мы пытаемся сочетать старые вещи по-новому. Мне сложно сказать, ну, допустим, мы взяли огонь и встали на ходу, и вот это у нас новое что-то. И все в этом мире уже было, и пытаться изобретать велосипед на нынешний момент просто глупо. Колыбелью театра Ай был музыкальный проект, что вполне объяснимо, ведь пластический театр без музыки представить очень сложно. И хотя Дмитрий Мастеница вскоре разделил музыку и театр, талант композитора помогает ему до сих пор. К большим спектаклям музыку Дмитрий пишет сам. И, как мне кажется, сущность его ближе к музыке. В том смысле, что он в первую очередь обращается к внутреннему состоянию, даже не к внешним вещам. В Ай часто ждут идеи не только от актеров, но и от зрителей. Возмущенный театрал может выбежать на сцену прямо во время спектакля и самолично изменить ход событий. Это позволяет делать методика форум-театр, которую театр Ай активно популяризирует на белорусских арт-просторах. Театр Ай для меня это самое главное и, пожалуй, то единственное, чем я занимаюсь в жизни. Он позволяет исследовать мир внутри и снаружи. Возможность находиться в очень приятном коллективе. Это способ самовыразиться. Хобби, часть жизни и вообще часть меня. Мое безумие. Открытие для себя каких-то новых возможностей и новых граней. Театр отчасти похож на вокзал, место ожидания. Каждый зритель ожидает от спектакля чего-то волшебного, необычного, цепляющего до глубины души. А каждый актер ждет своего зрителя. Я жду зрителя, который задает вопросы. Это ищущий зритель. Зритель, который готов к эксперименту. Я жду объективного зрителя. Креативного зрителя. Умного зрителя. И я жду всякого зрителя. Редактор субтитров А.Семкин